Это вечерний выпуск Центра новостей. В студии Виктория Соколова. Здравствуйте. Я и мои коллеги готовы рассказать о самых важных и интересных событиях этого дня. Дорожный пристав на Чекум. Добрый день. Смитрий Глебедович Раболитский Рубраев. Пойдемте в налоговую службу. Проверим ваши долги. Как выявляют должников в потоке машин и что им грозит? Проезд бесплатный. Водители двух маршрутов помогают особенным детям. И не только. Бывают такие моменты, когда и бабуль тоже возим бесплатно. Заодно две остановки. Не составляет труда для нас. Поддерживают ли инициативу остальные предприниматели? Малоимущих предлагают освободить от оплаты за коммуналку. Насколько это реально, обсудим с федеральным экспертом в прямом эфире. Недоброе утро для тех, кто имеет задолженности. Налоговая служба ГИБДД и судебные приставы вновь вышли в рейд. Должников выявили с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Сколько астраханцев сегодня вынуждено пересели на общественный транспорт? Подробности в репортаже Дмитрия Мансурова. На расстоянии 50 метров из потока машин можно выявить должника. И неважно, с какой скоростью движется авто. Камера фиксирует объект, даже если он едет со скоростью 150 км в час. Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» выявляет автолюбители, у которых скопились долги. Сегодня рейд проходит у центрального стадиона. На улице Латышева образовывается небольшая пробка. Утром в час пик многие едут на работу и учебу. Рейд проводят сразу несколько ведомств. ГИБДД, служба судебных приставов и налоговая. Сотрудники госавтоинспекции останавливают авто, на которое указал комплекс «Дорожный пристав». Дальше – работа коллег. Документы водителей проверяют по базам данных. В спецавтомобилях налоговой и судебных приставов дежурят специалисты. От суммы задолженности будет зависеть наказание. В случае выявления задолженности свыше 10 тысяч мы изымаем автомобиль, арестовываем. До 10 тысяч мы арестовываем телефон. В основном задолженности – это по налогам, коммунальные платежи, кредитные платежи. Кто-то оплачивает на месте, у кого-то арестовываем телефон с изъятием, машину арестовываем, тоже на эвакуаторе отправляем на стоянку. Добрый день, Смитрий Кребедович, Раболитский, Рубраев. Пройдемте в налоговую службу, проверим ваши долги. Первый должник. Водитель внедорожника вовремя не оплатил налоги. Астраханец обещает погасить задолженность, но не в этот раз. Хотя на месте такая возможность есть. У специалистов при себе терминалы. Через час совместному рейду помешала авария. Несколько автомобилей столкнулись на глазах у сотрудников ДПС. Рейд продолжается, но мероприятие осложнилось тем, что на месте рейда случилось дорожно-транспортное происшествие. Работают сотрудники ГИБДД. Эффективность проверки незаметно снизилась. Двое инспекторов ГИБДД оформляют ДТП. Двое остались на рейде. На удивление, один из автолюбителей решил проверить себя на долги по собственному желанию. У вас есть неоплаченные налоги, но вы их готовы оплатить, правильно? Нет, зачем? У меня все оплачено. Вот они медали выписаны. А, все оплачено? Да. То есть, ну, скажем так, ложная остановка бывает? Ну, почему ложная? Мне не сложно было остановиться. Просто они проверяют, выполняют свою работу. Но не у всех утро оказалось добрым. Кому-то пришлось вызывать такси. Сейчас происходит погрузка автомобиля. В дальнейшем его транспортируют на штрафстоянку. Это применимо для тех автолюбителей, чья сумма налоговой задолженности превышает 10 тысяч рублей. Теперь должнику надо заплатить долг с затраты на эвакуатор и за штрафстоянку. Водитель этой иномарки не заплатил налоги за ИП. Сумма долга немаленькая – 33 тысячи рублей. За пять часов работы специалисты проверили более 40 человек. На месте было оплачено 85 тысяч. Изъято два сотовых телефона и арестовано два автомобиля. Совместные рейды ведомств продолжаются. Адреса новых локаций держатся в тайне. Дмитрий Монстров, Руслан Срывченко, Центр новостей. Освободить от оплаты коммунальных услуг предложили всех тех, чей доход ниже прожиточного минимума или равен ему. Инициатива Общероссийского народного фронта направлена на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает российская газета. По мнению активистов Народного фронта, система начисления субсидий на оплату нуждается в корректировке. Ее не меняли с 1994 года. Сейчас установлены разные процентные соотношения доходов и размера субсидий. Ранее в Минстрое предлагали снизить общероссийский порог оплаты услуг ЖКХ, то есть часть дохода, который семья тратит на коммуналку с 22 до 15%. Минфин предложение не поддержал. И вот теперь новое предложение ВНФ считают целесообразным сделать систему более гибкой. Обсудим это с нами на связи Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Андрей Костянов. Андрей Викторович, добрый вечер. Как по-вашему нужно откорректировать схему предоставления льгот по услугам ЖКХ? Слушайте, ну вы знаете, тут, наверное, единого решения все-таки нет. Почему? Потому что у нас с вами финансовые условия и экономическая ситуация в зависимости от субъектов, она разная. Но не секрет, наверное, что у нас бывают субъекты дефицитные, бывают субъекты профицитные. Ровно по той же самой причине у нас и введен в зависимости от субъекта разный порог входа для получения этих субсидий. Где-то мы говорим о том, что чтобы получать субсидию, платеж должен превышать 15% от совокупного дохода семьи. Где-то 20%, где-то 10%, где-то 5%. Соответственно, говорить о том, что какой-то, может быть, появится универсальный инструмент, наверное, нельзя. Тут, наверное, стоит лучше говорить о самой технологии получения этих субсидий. Возможно, действительно нет смысла платить, потом идти за справкой, идти в центр социальной защиты, либо в многофункциональный центр. В зависимости от того, опять же, кто в субъекте занимается выдачей такого рода помощи. Доказывать о том, что ты заплатил и тебе перечисляют эти денежные средства. Соответственно, возможно, действительно сделать проще так, чтобы, если мы знаем о том, что человек малоимущий, у него доход меньше, чем установлен, минимальный порог, чтобы просто учитывались изначально в платежном документе эти данные и суммы просто снижались. А денежные средства перечислялись уже напрямую исполнителю жилищных услуг, коммунальных услуг. Андрей Викторович, а почему не реформировали, не корректировали эту систему с 1994 года? Вы знаете, наверное, ретроспективно говорить довольно-таки сложно. Почему? Потому что механизм до сегодняшнего дня, он работал. И да, были некоторые трудности, связанные с тем, что действительно граждане иногда попадали в некую западню, когда у человека по каким-либо причинам не было возможности заплатить, у него появлялся долг. Если у него появлялся долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги, он не мог получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть, понимаете, заколдованный круг. И, видимо, сейчас, в связи с тем, что у нас и коронавирусная инфекция, и граждане не могли своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не все могли справиться с электронными какими-то системами, не во всех субъектах. Обходили волонтеры и представители платежных агентов, которые собирали эту плату за жилищные и коммунальные услуги. Ну, вот возникла такая инициатива. В принципе, она здравая. А сейчас все-таки действуют льготы. Это определенный процент от суммы оплаты. И новое предложение прозвучало. Это освободить от оплаты вовсе. Не подстегнет ли это социальное иждивенчество и не появятся ли мошеннические схемы? Слушайте, ну, смотрите, тут любая норма закона, она должна пожить. То есть нельзя принять, будь то изменения в какое-то постановление правительства или в какие-то правила, неважно на каком уровне, на федеральном, на региональном, и через 2-3 дня сказать, что все, работает плохо или все работает хорошо, норма должна пожить. И будут выявляться и слабые места, будут выявляться какие-то сильные места, будут выявляться места, которые необходимо доработать и так далее. То есть, да, безусловно, мы говорим о том, что если есть законопроект, он проходит и финансово-экономическое обоснование, и антикоррупционную экспертизу. Если мы там говорим про постановление правительства и общественную экспертизу. Но любая норма, она должна пожить и до конца, вот со стопроцентной вероятностью говорить о том, что вот мы предусмотрели все сценарии развития, невозможно. Наверняка будут злоупотребления, конечно. Но, опять же, надо смотреть и, в том числе, не только экономический, но и социальный эффект. То есть, если этот социальный эффект, он действительно будет больше, будет несоизмеримо больше, чем какие-либо злоупотребления. Злоупотребления, как правило, не носят массовый характер. Это какие-то единичные случаи. То тут надо смотреть, что лучше. То есть, действительно, мы говорим о том, что оплата идет теперь не в руки людям, а идет напрямую управляющим организациям, ресурсоснабжающим организациям. То, соответственно, ведь тут надо понимать, что если собственник освобождается от платы за жилое помещение, управляющая организация от этого не перестает работать и не перестает выполнять обязательства. То есть, просто это перенаправляется, денежный поток перенаправляется напрямую. То есть, не из Центра социальной защиты, а из бюджета того уровня, который будет предусмотрен законом, направляется напрямую исполнитель коммунальной либо жилищной услуги. Соответственно, если действительно будут какие-то злоупотребления и так далее, то, опять же, это надо взвешивать и смотреть, что важнее и что получается в итоге. Спасибо, Андрей Викторович. Я напомню, с нами на прямой связи со студией был заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Андрей Костянов. Кто будет платить за повреждения авто и кто понесет ответственность за то, что со Старого моста обрушились ограждения? Обстоятельства дела выясняют сотрудники региональной полиции. 20 октября примерно в 9 часов вечера в районе Мостроя на подходе к Старому мосту рухнули металлические ограждения. Несколько из секций перил с высоты приземлились на крышу такси, который в этот момент проезжал под мостом по улице Дзержинского. Водитель автомобиля не пострадал, а вот транспорт получил повреждения. Путепровод является муниципальной собственностью, поэтому владелец автомобиля может обратиться за взысканием понесенных материальных затрат в администрацию города на основании судебного решения полностью будет возмещено. Причины падения металлического ограждения со Старого моста сейчас уточняются. Для безопасности пешеходов движение на путепроводе временно закрыто. Сегодня ночью на Старом мосту работники выполнят демонтаж ограждения на противоположной стороне. Затем будут планировать проведение восстановительных работ. Сотрудники ГИБДД возбудили административное дело по статье о несоблюдении требований безопасности. По факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других сооружений полиции возбуждено дело об административном правонарушении. Данное противоправное деяние влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей. В Астрахани ребят с особенностями развития возят бесплатно, но пока не на всех маршрутах. Такую практику решили ввести предприниматели маршрутов 81 и 82. О безвозмездной помощи и благодарности в нашем следующем материале. Время 7.30 утра. На конечной остановке маршрутов 81 и 82 уже собираются люди на работу и на учебу. Среди них и Виктор Кабелев, ученик школы-интерната для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дорога к школе – заученному маршруту. Иду с мамой на конечку, потом она показывает документы, потом я сажусь, потом едем, 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 в жилгородке высаживаюсь, потом иду, иду, иду до школы. Виктор Кабелев, а также, как и еще трех воспитанников школы-интерната из этого района города, водители маршрутного такси под номерами 81 и 82 возят бесплатно. Уже третью неделю. Ребятам нужно только показать специальное удостоверение водителю. Было такое, что, ну, непонятно, потому что не все водители были уведомлены, что наши дети ездят. Привыкали неделю. Вначале такое было. А потом уже как-то вот сейчас выкли, уже просто махают головой, и все. Для семьи Ельмира Мулахмедовой, мамы Виктора, такая щедрость со стороны предпринимателей стала ощутимой. До этого в месяц только на проезд до школы и обратно на двоих уходило до 4 тысяч рублей. Разрешили нам ездить, и все водители согласились, чтобы нас бесплатно довозить до жилгородка. А жилгородка мы уже там идем пешочком, до Богдана Хмельницкого, 6. Спасибо водителям большое, предпринимателям, все, кто согласился нас возить. Сами водители маршруток про дневную выручку и личный заработок не вспоминают, когда в салон заходят дети с особенностями развития. Это и есть благотворительность. Надо помогать, надо поддерживать друг друга. Детей, конечно, дети, это святое. Бывают такие моменты, когда и бабулю тоже возим бесплатно. С одной-две остановки. Не составляет труда для нас. Мамы ребят уже знают всех водителей маршруток 81 и 82 по именам и фамилиям. Отпускать детей в дорогу до школы одних не боятся. Знают, что на таких, как Андрей Манилов, можно положиться. Дети доедут в безопасности. Дмитрий Манстров, Анастасия Лонькина, Руслан Асанов, Центр новостей. В Астрахани в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городские власти обновляют сразу несколько улиц. Масштабный ремонт развернулся в районе улицы Куликова, где многие годы астраханцы были вынуждены ездить по грунтовке. Наш следующий сюжет о том, как преображаются улицы областного центра. Спецтехника на улице Куликова уже никого не удивляет. Здесь практически с нуля рабочие создают дорогу. Специалисты трудятся над созданием комфортной проезжей части и пешеходной зоны. На данный момент мы производим подготовку чемпионственного основания укладки асфальтно-петлевого покрытия. Также производятся работы по подготовке и укладке тротуарной плитки. Не менее масштабный ремонт развернулся и на соседней улице Бориса Алексеева. Здесь подрядная организация уже полностью уложила асфальт по правой стороне дороги. Установила опоры наружного освещения и смонтировала поливочный водопровод. Он будет необходим для полива разделительной полосы. Сейчас на объекте работает и ресурсоснабжающая организация. Сегодня в рамках реализации инвестиционного проекта у Астраханских тепловых сетей проводят мероприятие по устройству защиты тепловой сети. После того, как Астраханские тепловые сети завершат свои мероприятия, наша подрядная организация приступит к выполнению дорожного полотна. Ремонт этих улиц администрация Астрахани проводит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ещё один из объектов, который приводит в нормативное состояние – улица Анри Барбюса. Работы здесь начались всего неделю назад, но идут с опережением сроков. На треске дороги от пересечения с академика Королёва до Савушкина уже уложили новый асфальт. Активно обновляют и тротуары. «Сейчас производится демонтаж тротуарного покрытия старого и старых дорожных бордюров. Объёмы общей количества тротуарного покрытия порядка 15 тысяч квадратных метров и дорожных бордюров около 5 тысяч квадратных метров. Следующий этап будет филизирование старого асфальтового покрытия и укладка асфальтного покрытия нового от перекрытия с Савушкина до Адмиралтейского». За счёт сэкономленных средств в этом году городские власти приведут в порядок ещё две улицы – автозаправочную в Ленинском районе и пятую Керченскую в Трусовском. Там также полностью обновят покрытие проезжих частей и тротуаров. Артём Лепёхин, Центр новостей. Россияне решили сократить траты на Новый год. Опрос провёл один из российских банков. Почти четверть опрошенных готовы сократить расходы на празднование Нового года. Экономить планируют именно на новогоднем столе. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год в Южном федеральном округе, наименьший – в Северо-Западном. Существенно не изменится бюджет у 47% респондентов. 8% заявили о готовности увеличить бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года. При этом 3% опрошенных россиян вовсе не планируют встречать Новый год. Затянуть пояса, почему россияне не готовы тратиться на празднование Нового года. Обсудим с вице-президентом некоммерческой организации опоры России, заместителем председателя комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владиславом Корочкиным. Он на прямой связи со студией. Добрый вечер, Владислав Леонтьевич. Как вы думаете, повлияла ли пандемия коронавируса на новогоднее настроение россиян? Это осознанный выбор или вынужденная мера? Я думаю, что это и то, и другое, поскольку, с одной стороны, конечно, количество людей, чей доход значительно снизился в результате пандемии, оно достаточно большое в стране. Если по результатам первой волны коронавируса не смогли открыться порядка 30% предприятий, так или иначе связанных с оказанием услуг, это малый бизнес прежде всего, то если все-таки возникнет вторая волна, то есть локдаун опять, то таких предприятий станет еще больше. И, соответственно, это формирует достаточно большие опасения и сомнения за свое будущее. И в этой ситуации каждый человек думает, как тот запас финансовых ресурсов, который у него есть, растянуть на более длительный срок. Ну и, соответственно, такие настроения царят и среди предприятий малого бизнеса, и среди граждан. Россияне прежде всего хотят экономить на оформлении новогоднего стола. Отказаться планируют от деликатесов. Сильно ли ударит праздничная экономия россиян на ритейлеров, сферу услуг и туриндустрию? К чему готовится бизнесу? Мне кажется, что не очень сильно. Но это время покажет, конечно, поскольку все-таки вот эти какие-то, может быть, излишества и уменьшатся. Но так, чтобы уж совсем не праздновать, даже в самые плохие времена, в начале 90-х годов, все-таки люди пытались сделать себе праздник и каким-то образом встретить достаточно хорошо Новый год. Поэтому, думаю, что скорее пострадают не те, кто продает продукты, а все-таки в большей степени это будет касаться не пищевых продуктов. То есть, меньше дорогих подарков, меньше одежды, что уже мы сейчас наблюдаем. Там процент покупок одежды, по-моему, сократился процентов на 17, процентов на 30, по многим точкам. И вот скорее пострадает эта розница. А пищевка в значительно меньшей степени. В прошлом году россияне были готовы тратить на Новый год на уровне жителей Европы. В этом году у каков будет средний чек? Можно уже спрогнозировать? Ну, это надо проводить исследования. Но то, что, скорее всего, средний чек несколько уменьшится, это точно. Спасибо, Владислав Леонтьевич. Я напоминаю, с нами на прямой связи со студией был вице-президент некоммерческой организации «Опора России», заместитель председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин. О такой явке мечтает каждый политик. В автодорожном колледже впервые состоялись выборы на должность председателя Совета студенческого самоуправления. Проголосовать пришли 573 избирателя. Это 96% от общего числа студентов. На пост председателя Совета студенческого самоуправления претендовали два кандидата. Победу одержал второкурсник Никита Житков. У него 453 голоса. Выборы в учебном заведении – это проект Ассоциации студентов и студенческих объединений России. Таким образом, молодежь знакомится с политическим устройством государства. Всю предыдущую неделю кандидаты вели предвыборную агитацию в соцсетях. Для наглядности использовали стенгазеты, плакаты и постеры. Дебаты провели в минувшую пятницу в дистанционном формате. В единый день голосования все было организовано, как и 13 сентября. На участках присутствовали наблюдатели, а члены избиркома сверяли списки согласно группам и специализации. Прозрачные ящики для голосования на время попросили в обл. избиркоме. Что теперь изменится с появлением председателя Совета студенческого самоуправления, Астрахань-24 рассказала директор колледжа Алена Губанова. Жизнь теперь будет развиваться, и будет развиваться так, как это было в наше время, где были комсомольские комнаты, пионерские комнаты. Зауч должен организовывать учебную работу. Но студенты, они должны жить в рамках. Они ходят на учебу, они делают уроки, но студенческая жизнь этим не заканчивается. И вот как раз студенческое самоуправление и будет развивать вот эту вот жизнь. На этом у меня все. Если вы хотите предложить тему для сюжета или знаете интересных героев, делитесь с нами по телефону и в сообщениях по номеру на экране. Мне же остается пожелать вам хорошего вечера и прекрасного настроения. Увидимся на Астрахань-24. Редактор субтитров А.Семкин